Если вы хотите узнать, как Rage MP обгонит GTA сам, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Rage MP существует уже длительное количество времени, и даже я уже успел зайти и в него поиграть. И тот мой ролик с GTA 5, с Rage MP и вот со всеми этими прочими штуками очень сильно раскритиковали. За счет того, что, мол, я сказал, что во время загрузки, подгрузки моделей и всего прочего, у меня были какие-то микрофризы, микролаги и все прочее. Дело в том, что действительно они были, и даже у моего друга на более мощной машине они тоже были. Да, встречались намного реже, тем не менее, они там есть. Непонятно, с чем это связано, потому что потом я заходил на другие проекты, на другие сервера. Там при подгрузке моделей никаких микрофризов не было. С чем это связано, опять же, я не знаю. Однако, давайте более подробно к теме сегодняшнего видеоролика. Из-за эпидемии коронавируса, из-за карантина, из-за самоизоляции, вот всех-всех-всех вот этих вот, знаете ли, прочих вещей, онлайн в GTA Samp значительно поднялся. Там уже, я не знаю, 40, 50, 60, 100 тысяч человек. Я не знаю, там 250 миллионов, возможно, человек миллиардов там уже играет в этот самый GTA Samp на вот всем вот этом вот компьютере. Возможно, даже на мобилках, так как там уже, знаете ли, и Arizona выпустила какой-то свой проект, такой, знаете ли, свою Arizona Mobile на вот все эти мобилки. И там, допустим, Сантропе имеет, по-моему, то ли 8, то ли еще сколько-то серверов. То есть, это какое-то колоссальное значение. Просто это какая-то Arizona от мира вот всех этих мобильных телефонов, вот всего-всего прочего. Если вас все это заинтересовало, то хотел бы, как бы, порекомендовать, возможно, посмотреть мои ролики, связанные с Сантропе, возможно, с Arizona Mobile. Они достаточно популярны, поэтому вы не будете ощущать себя тем, что вы смотрите этот видеоролик один, потому что там, помимо вас, еще, я не знаю, тысячи три-четыре, возможно, там уже, я не знаю, восемь тысяч человек посмотрело все эти ролики. И вы, типа, такие, о, значит, этому-то можно, наверное, доверять, но уже просмотров-то у него больше. Значит, разумеется, доверять можно, но мы тут не про это. Так вот, Raid Shamp совместно с этим сам GTA Samp они развиваются стремительными темпами. Там вводят какие-то свои новые обновления, все прочее. Samp, разумеется, не вводят, тем не менее, онлайн в Samp он как бы растет. И вот Raid Shamp тоже начинают там что-то совершенствовать, что-то делать и так далее. И вот совсем недавно они выпустили такой, знаете ли, свой новый фикс, связанный с синхронизацией. Мне GTA 5 RP нравится, там скинул бомжей от синхронизации. То есть, возможно, синхронизации выстрелов, возможно, синхронизации вообще всего-всего сервера. То есть, я вот во всю эту тему не углублялся. И такой, знаете ли, GTA Samp ютубер, который, безусловно, является лидером мнений, возможно, человеком, чье мнение абсолютно точно достоверно и объективно, а также, возможно, вполне возможно, я это не утверждаю неподкупно. А мы ему как бы можем доверять, Brothers and Company сказал, что вот я поиграл с новой синхронизацией. Это просто пушка, это бомба, это взрыв, это Колумбайн. 11 сентября просто зашел и всех разорвало там на части. И все, в общем-то, происходит там замечательно. Ну, что-то наподобие того было. То есть, вот прям вот такой вот он говорит, и он сделал такой, знаете, прогноз, что уже там в 2020, там, возможно, 2021 году Rage MP обгонит GTA Samp. И тут бы мне хотелось немного с ним, знаете ли, поспорить, потому что, ну, технически, если гипотетически в каком-нибудь, опять-таки, вакууме представить, что в самом деле Rage MP может обогнать GTA Samp, то, ну, тогда нужно, я не знаю, убрать резонную RP, которая там открывает сервера каждые, я не знаю, несколько недель уже или там месяцов. Конечно же, они больше зареклись новые сервера не открывать, потому что даже на новом сервере там уже не все скупили. И, типа, чуваки такие, блядь, давайте остановимся уже, у нас уже денег не хватает. Мы все сидим на самоизоляции, у нас у всех нет денег, давайте-ка вы все остановитесь. И в самом деле разработчики Arizona Roleplay, там, все вот эти директоры, PR-менеджеры, Валики, там, Стасы, вот, все прочие люди, они уже, то есть, обусловились на том, что если только зайдет Arizona Mobile, и вот с нее будет играть, там, я не знаю, миллиард человек, только тогда уже будет открываться какой-то, я не знаю, новый сервер. Пока говорят, что до этого рано, и пока что мы еще не готовы побить, или хотя бы приблизиться вот к этому самому значению, сам PRP в виде 15 серверов. То есть, пока что такого на Arizona RP не будет. Однако, в GTA V Rage MP есть уже и своя резона под названием GTA V RP. То есть, это знает такого, то есть, люди, которые делают такие названия, они просто, они какие-то абсолютные точно гении. То есть, какой-то там обычный человек услышал где-то, что есть GTA V RP, он вводит, то есть, абстрактно GTA V RP, то, что в GTA можно играть вот по мультиплееру, по сети, по онлайну, по кооперативу, по всем прочим вещам. Он это все услышал, пишет в поиске, там, в гугле, возможно, даже в Яндексе. В общем-то, он пишет, говорит, GTA V RP, и ему выходит этот самый проект. Тем самым получается такое, то ли, сарафанное радио, то ли, я даже не знаю, как все это можно назвать. То есть, человек, вот тем, что он услышал, что есть GTA V RP, то есть, это, наверное, как с сам PRP в свое время. Это как, наверное, с сервером Андреа Сукре, там, знаете, или с саммобайл, и вот со всем прочим. То есть, скорее всего, тут вот похожая ситуация идет. И вот за счет этого, то есть, какая-то самореклама идет за счет вот этого самого названия. Также они закупают большое количество ютуберов. Вот этот самый GTA V RP, там, знаете, и Важелинк у них там есть, и уже, я не знаю, Эдвард Билл у них там выступает, и уже там, я не знаю, Николай Соболев у них там есть. А тем не менее, все-таки, если почитать комментарии, если как-то вот более-менее прислушаться, не у всех еще есть такие, знаете ли, мощные компы, чтобы все, вот, знаете ли, с GTA Sam просто ушли сразу в GTA V RP. Ну, не у всех пока что есть такая возможность. Некоторые уже еще, вернее, до сих пор на телефоне играют. Какой там, я не знаю, им GTA V RP, это вообще несусветная штука. Даже если у некоторых есть компы, которые тянут GTA V там и GTA V Online, тем не менее, тем не менее, в Rage MP FPS намного меньше, чем в GTA Online и тем более в одиночке GTA V. Поэтому говорить о том, что Rage MP там перегонит сам, ну, это абсолютно точно субъективно, и вообще непонятно, будет это, не будет. Однако мы будем следить, вернее, кто мы-то, если тут только я. Я буду следить за развитием всех этих событий. Вы можете подписаться на мой канал, вы можете подписаться на меня в моем телеграм-канале, в котором выходят там разные посты, очень важные, очень интересные. Поэтому если меня там, знаете ли, везде забанят, на Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в Баду, в Тиндере, во всех прочих вещах, то вы меня сможете найти в Телеграме. Поэтому не упускайте свою возможность узнавать о всех новостях из мира GTA. Потому что тут у нас, вы же знаете, не только GTA Sam, а уже и GTA V, и, возможно, потом, я не знаю, будет CRMP, и мобильный GTA Sam. То есть тут много всего. Поэтому, чтобы все это не упускать в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, пожалуйста, подпишитесь на мой Телеграм-канал, а также зайдите на Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Conor, по которому вы получите 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня. Вся эта и другая дополнительная интересующая вас информация, все это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok